Из федерального бюджета на проект сохранения лесов на территории Бурятии в прошлом году было выделено 163 миллиона рублей. На эти деньги увеличили площадь лесовосстановления, сформировали запас лесных семян, оснастили учреждения по воспроизводству лесов спецтехникой и оборудованием. Я бы хотел сказать, что республика получила на 121 миллион рублей техники лесопожарной, которая оперативно работает и оказывает помощь. И в этом году мы такой же объем техники будем получать и на следующий год. Поэтому субъект в этой части нам оказывает содействие и помощь в частности мониторинга лесопожарного, но и частичного содержания этой лесопожарной техники. В рамках всероссийских акций «Сад памяти, сад жизни» и «Сохраним лес-2020» только на территории лесного фонда высажено около 400 тысяч саженцев на площади 108 гектаров. Главное направление – это воспроизводство лесов. Я сегодня с уверенностью могу сказать, мы переориентируемся, я всегда говорю, мы поменяли бензопилу «Штиль» на меч колесовый лесопосадочный. То есть такой ориентир есть и субъект впервые перевыполнил план по лесовосстановлению. Также в лесах установлено в прошлом году 165 фотоловушек, с помощью которых выявлено 12 случаев незаконной рубки. В каждом муниципальном образовании сформирована комиссия по предотвращению незаконного оборота и заготовки древесины. Растет у лесников и заработная плата. У нас средняя зарплата была 32 тысячи рублей, сейчас 39 тысяч рублей. То есть рост идет, и в лесхозах идет рост, я считаю, неплохой. В некоторых лесхозах доходит до 50 рублей в зависимости его объемов работ, предпринимательской деятельности и так далее. Но 50 рублей, они, 50 тысяч средней зарплаты есть. В этом году в агентстве планируют продолжить работу по популяризации профессии лесник и привлечению молодых специалистов в лесное хозяйство. За последние два года школьных лесничек стало больше почти в 4 раза, сейчас их 45, в которых состоят 900 учащихся. По лесным направлениям в сельхозакадемии обучается 287 студентов, в лесопромышленном колледже – 150. Дмитрий Гомбоев и Вячеслав Батоев. Новости дня.